Карта урожайности или информация от мониторинга урожайности. Давайте поговорим на эту тему. Итак, карта урожайности подразумевает контур, в котором размещена будет информация по урожайности. И, собственно, карта урожайности состоит из информации по контуру и самого контура. Контур представлен пакетом из трех файлов. Это shape-формат, индекс шейпа и dbf-файл. Все три файла представляют собой пакет по контуру mh08. Собственно, этот контур и содержит информацию по мониторингу урожайности. Сама карта урожайности представлена четырьмя файлами. Опять же, shape, индекс шейпа, dbf-файл, содержащий контуры и индексы плодородия по соответствующим контурам. Файл prg не используется для импорта информации по карте урожайности в агроконтроль. Итак, контур с его границами и пакетом из трех файлов и пакет по урожайности. Контур мы загружаем в панели участки, выбирая вариант мастера загрузки из файла. Как видим, здесь несколько поддерживаемых форматов, среди которых есть shape. Приводим мастер импорта в соответствующую папку. Выбираем по порядку файлы. А порядок такой, что первый файл shape, дальше идет index.shx и с последним загружается таблица dbf. После того, как я нажимаю на кнопку загрузки, как видим, загружается участок с именем плод. Это имя мы можем изменить на любое. У меня этот участок уже назван поле урожайное. Дадим любое имя. Любое имя участка. Если я нажму на кнопку сохранить, то с такими параметрами участок у меня сохранится в агроконтроле. Так как он у меня уже импортирован, я не буду пользоваться кнопкой сохранить. Вот такой участок у нас уже есть. Давайте мы попробуем загрузить информацию по урожайности на имеющийся контур. Для этого надо перейти в панель обработки и через мастер создания обработки получить информацию по урожайности. Задается участок, на котором будет произведена обработка или на которой будет принята информация по карте урожайности. Условно задается тип обработки. У меня здесь есть вариант монитор урожайности. И тоже условно нужно выбрать группу сельхозтехники и устройство, через которое эта обработка попадет у нас в агроконтроль. Ну и орудие. Вот. Теперь мы... Можно дать описание. Можно принять некоторое описание, которое конкретизирует вид обработки. И далее мы указываем в системе, где же находятся файлы из пакета по урожайности. Как я сказал, это вот следующие файлы. Мы загружаем их в последовательности shape, индекс shape и файл dbf, содержащий информацию по урожайности. Остается нажать кнопку загрузить. И информация по урожайности, вот в таком виде, может быть сохранена в системе через кнопку сохранить. Вот у нее сейчас пока что такой бледный вид. С такими салатовыми оттенками и выделенными контурами. Вот эти контуры и есть. Контуры, объединяющие точки по некоторому индексу урожайности. В следствии того, что у меня эта работа уже была проделана, кнопку сохранить я не нажимаю. Так как у меня уже есть соответствующая информация по карте урожайности этого участка. Я вам сейчас ее представлю. После того, как информация по карте урожайности загружена, мы можем вызвать соответствующую обработку уже из самой системы, из базы данных. Что мы сейчас и сделаем. Вот мы задали критерии, соответствующие обработке, которую мы назвали картой урожайности. И мы просим систему отобразить нам эту информацию. Мы видим опять же в бледных тонах карту урожайности мало информативную. Тем не менее, при наведении курсора мыши на области контуров внутренних, мы во всплывающем окне видим номер контура или индекс контура и индекс плодородия по соответствующему контуру. Этот контур объединяет точки на участке с однородным или идентичным индексом плодородия. Для того, чтобы визуально отображение карты урожайности было более ярким и информативным, существует такой инструмент, как схема отрисовки. Заметим, что сейчас в данном случае карта урожайности отрисовывается по типу обработки. А так как тип обработки выбран в салатовых тонах, то мы видим соответствующее отображение на карта подложки. Итак, схемы отрисовки. Когда в систему загружена информация пакета по урожайности, DBF файл содержит все необходимые данные для отображения множественной информации. В качестве параметра здесь указывается колонка или поле DBF файла, по которому будет произведена цветовая заливка. или информативность карты урожайности определяется некоторым полем. Вот в данном случае надо выбрать поле, которое содержит индекс плодородия. Это поле называется Yield Count. В каждом конкретном случае это название может быть произвольным. Выбрали поле. Выставили прозрачность. Прозрачность заливки, прозрачность границы. Ширину границы указали в один пиксель. И выбираем палитру HCV. Заходим в панель классификации. Деление устанавливаем на значение 5. Метод классификации данных выбираем равные интервалы. И в диапазон вносим минимальные и максимальные величины в качестве границы отображения. Эти цифры уже заложены в DBF файле и система их определяет автоматически. Так как схема у меня уже создана, я нажимаю кнопку отменить. А если бы она не была создана, то я бы дал ей некоторое имя. В данном случае она названа мониторинг урожайности. И нажал на кнопку создать, а затем ОК. В данном случае я вам показал как это делается и нажимаю на кнопку отменить. Теперь из выпадающего списка, если я выбираю настроенную схему отрисовки, картина радикально изменяется. То есть согласно информации из DBF файла, контуры принимают заливку соответствующую индексу плодородия. И при наведении курсора мыши в точке на поле, мы во всплывающем окне видим всю эту информацию. Вот в данном случае я навел курсор мыши в контур с номером 18, индекс плодородия по которому составляет 3.1771. А в этом случае это контур номер 1 и индекс плодородия составляет 2.4331 единицы. Таким образом карта урожайности импортируется от монитора урожайности в систему Агроконтроль. Субтитры создавал DimaTorzok